Добрый день, мои дорогие! Возникла такая потрясающая идея. 11 друзей ГНН, которые вместе со мной приходят ко мне в ресторан и готовят новогодние традиционные армянские блюда. И первый мой гость тута. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе огромное, что ты приехала, что у тебя получилось. И мы с тобой сегодня что-то сделаем такое очень простое. Тем более ты сказал, что твой муж готовит. Твой муж готовит гораздо лучше, чем я. Я в этом смысле совершенно не армянская женщина, извините. Здравствуйте, друзья. Но я надеюсь сегодня узнать от тебя пару секретов и поразить его. Хорошо, договорись. Ты знаешь, что кавказская кухня за кавказской кухней, она богата такими закусками. И в данном случае рулетики из баклажан это вот такая традиционная история, которую всегда выкладывают на такой армянский стол. И это очень вкусно. И самое интересное, когда я уже открывала веганский ресторан, я поняла, что можно совершенно по-другому. Если кто-то не хочет обжаренные, можно дегидрировать, то есть высушивать баклажаны там. Если, например, никто-то не ест вообще молочку, то, пожалуйста, делайте вообще из овощей. Поэтому у нас сегодня будет два варианта начинки. Один традиционный. Один такой традиционный, да. Для зожников. Да, для зожников. Смотри, я уже обжарила баклажаны. Я думаю, что все понимают, как их обжаривать, поэтому вот не будем с тобой на это тратить время. Как вы считаете, друзья, не будем тратить. Вот такие вот слайсы. Нарезали и обжарили. Нарезали и обжарили. В каком масле? Расительное масло. Обычно растительное масло. Потом ты вот так вот ставишь салфеточку для того, чтобы лишний жир питался. Если ты сразу обжариваешь, такой необходимости, чтобы, многие говорят, у баклажан есть горечь, нужно сперва посолить, чтобы лишняя жидкость ушла. Нет необходимости. Если ты прямо быстро делаешь, и баклажаны хорошие, можно сразу их обжаривать. Значит, давай мы разделим с тобой обязанности. Обязанности. Так как ты ведущая, так как у тебя есть свои программы, ты можешь вести, милая. Я просто вот как чувствую, что ты наоборот веди, ты спрашивай, или про какие-то традиции новогодние, про деток расскажи. Я знаю, что у тебя трое. Прекрасно. Да, они уже написали письмо Деду Морозу. Написали? Да, я, правда, его еще не открывала, но моя старшая дочь Марфа, ей 10 лет, она ходила и думала, что же такого, мам, я не знаю, что попросить, чтобы, может быть, мне попросить новую чашку, но чашек у меня полно, я все же думаю, господи, спасибо. Спасибо, что чашка. Да, ну, то есть у человека все есть. Но зато старший сын, которому 15, попросил, знаешь что? Что? Мини-холодильник. Чтобы отдельно от вас питаться, чтобы изолироваться от вас полностью. Он считает, что если у него будет мини-холодильник, он будет сразу как-то мэджик автоматически заполняться. Он говорит, как классно, я сижу, делаю домашку, потянулся, достал в банку колы холодную. Или пицца. Я говорю, а откуда там возьмется кола, пицца? Будешь, надо заработать сначала? Ну, все равно, ты знаешь, мне кажется, очень такие понятные желания и очень жизненные. Я так благодарна своим детям, что они не хотят волшебную палочку или весь мир. Я считаю, что вообще все дети одинаковы во всем мире, и у них желания должны исполняться. Поэтому это суперклассная идея. А мы взрослые должны их исполнять. Точно. Смотри, моя хорошая, значит, я расскажу. Это фета, то есть обычная, то есть можно какой-то любой соленый сыр, армянский какой-то там, да? Тем более, ты говоришь, что муж любит греческие вещи, мне кажется, для него это вообще супер. Это хамаз мацон. То есть мацони, мацони, обычный мацони, который просто под гнетом приобретает вот такую более плотную консистенцию. И более жирный становится? Он более... Нет, здесь вопрос не жирный. Интересный вопрос. Не знаю, но в принципе... Я люблю жирную молочку. Я тоже, да. Я против обезжиренных. Да, да, да. Но вообще я тоже обезжирена никак. Но это мацони из литра останется, наверное, 100-150 всего. Как сливки? Сливки такие плотные, да. Поэтому хамаз выжатый, вот в переводе дословный. Берешь вот это фету, мацон, соль, перец, орехи. Грецкие орехи надо будет прямо... А можно сделать сперва, измельчить вот так вот можно в блендере. Это будет одна начинка. А вторую мы уже будем обжаривать лук. Да, и я уже расскажу более так. Давай вот так мы... Значит, я резюмирую. У нас будет одна начинка из сыра с орехами, вторая лук, зелень и тоже орехи. Да, для вегетарианцев. Так, ну вот так вот. Быстро. То есть не обязательно, чтобы это было совсем... В труху. Да. Более чем. Мы и сыр смешиваем. Да, давай весь сыр. Вот одну емкость бери. Весь мацон и... Да, весь сыр, весь мацон, соль, перец. Ты просто можешь посмотреть. Но я думаю, соль не нужна, потому что... Мацон, соль. Не мацон, а фета. Я же еще и работаю кулинаром вместе со своей дочкой на детском телеканале «Карусель». Я не знаю, в Арцахе ловятся детские российские каналы? Да, все российские каналы у нас ловятся, поэтому уверена, что... У нас есть программа «Еда на ура», детское кулинарное шоу, которое я веду вместе со своей 10-летней дочерью Марфой. У меня уже вполне привычно стоять перед камерой и что-то мять, резать. Что-то готовить. Так, давай я добавляю орехи. Мы начинки всегда можем сделать впрок, на самом деле. То есть даже если мало у нас баклажанов, да, сделали и в холодильник оставили. Класс. Вот. Так. Сколько может такая начинка? Ты знаешь, я думаю, что все зависит, конечно, от мацона. Чем дольше остается, он более приобретает такой кислый вкус. Ну, я думаю, что 4-5 дней спокойно можно хранить. Так, немножко давай поперчим. Согласна? Любишь? Да, 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 да. Поострее. Вот так вот. Я вижу еще там чеснок, мы сюда курицу добавим. Да, да, мы добавим немного чеснока. Ты хорошо относишься к чесноку? Я очень хорошо отношусь к всему. Я вообще очень хорошо отношусь к еде. Да. И я считаю, что некоторые продукты совершенно незаслуженно сейчас приобретают какие-то мрачные свойства в глазах людей. В хлебе глютен, в молочке лактоза, сахар зло, соль зло. Нет, жиры еще. Как бы ничего нельзя жирного, все можно только обезжиренное. Ну, это, конечно, вообще совсем неправильная история. Причем теории меняются, да? Раньше, значит, все ели все обезжиренное, теперь, наоборот, едят все супержирное. Да, да. Я считаю, что любые ограничения в еде – это, во-первых, неуважение к еде и неблагодарность. Во-вторых, неуважение к себе и неблагодарность. Слушайте, что ж ты такой маленький, глупый, что не в состоянии определить, что тебе хочется, что тебе можно, что тебе нужно. Здесь есть это в достаточном количестве? Слушай, ну, я с тобой немножко поспорю, потому что я очень много ем сладкого. И я понимаю, что это не так уж и полезно, торты съедать с утра и верь. Слушай, ну, это же не про еду. А это про что-то другое, да. Это про настроение. Да, эмоции. Да, про эмоции. Поэтому я как человек, который много лет жил в диетическом вот этом вот вакууме, понимаешь, и наконец-то из этого выбрался, я чувствую себя свободной, счастливой. То есть как только ты перестаешь вот так вот об этом думать, более чувствовать и слышать свое тело, свои потребности, то совершенно по-другому. Да, и когда ты начинаешь чувствовать свои потребности и договариваться со своим телом, ты начинаешь есть все. Для тебя еда перестает быть, во-первых, личностью, с которой у тебя сложные отношения, понимаешь? Ссоришься, договариваешься. Да, ненавидишь, любишь, разговариваешь с ней. А во-вторых, она для тебя становится просто источником вкуса. Радости и полезности такого, да. Ну, как бы насыщение. Насыщение, да. Я очень люблю хлеб, я обожаю хлеб. Муж печет прекрасный хлеб. Я люблю лаваш армянский, обожаю. Ну, как можно сказать, хлеб в зло? Нет, ну, это, конечно, совсем, это совсем уже перегнули. Скажи, пожалуйста, а вот традиции, вот именно новогодние традиции, есть что-то, чтобы готовить вот на Новый год специально какое-то вот блюдо? Ты знаешь, ну, мы же православные христиане, у нас получается, что Новый год всегда приходится на пост. Причем вот с 1 января начинается самый строгий пост, когда даже рыбу нельзя. Уже в декабре пост начинается. Да, пост начинается в декабре, но он такой достаточно расслабленный, как раз до Нового года. Да, да. То есть там много можно рыбы, морепродуктов. Да. А вот с 1 января по 7 как раз на самый строгий. Жесткий. Да, да. Поэтому, ну, мы, конечно, нам сложно абстрагироваться от традиций, от детских наших воспоминаний, когда обязательно всегда была там селедка под шубой, оливье на столе. Да. Мы стараемся идти на какой-то компромисс. То есть, да, селедка под шубой обязательно. Но мы, например, научились сделать очень вкусное оливье с кальмарами и с домашним майонезом. Вот. Причем есть рецепт постного майонеза, в который вместо яиц кладется белая фасоль. То есть ты покупаешь просто банку консервированной фасоли, сливаешь жидкость. Да. И взбиваешь с растительным маслом, там, к лимонам, горчицей, сахаром и солью не яйцо, а вот эту вот белую фасоль. И она вот так вот, то есть... Умительный майонез получается. Надо попробовать. У него такой ореховый привкус, он очень-очень, он абсолютно похож на обыкновенный майонез. Интересно. Мы, кстати, даже делаем с кешью. То есть кешью даже ты можешь замачивать. Да. Да, мы его тоже, так как имеем веганский такой проект и очень часто используем. Вообще все эти вот такие плотные консистенции можно получить и от бобовых, и от орехов. Совершенно спокойно. Когда ты берешь, замачиваешь орехи любые, блендируешь и получаешь такую массу, которую вообще... Ну да, это вообще действительно такая история потрясающая. Слушай, мне кажется, все у тебя готово. Я бы сделала туда еще кинзу. Прямо мелко-мелко? Да, мелко-мелко. Мелко-мелко. Я вообще кинзу никак-то никогда не любила. Мне казалось, что это странно. Она для меня была слишком резкая по запаху. Пока я не попробовала кинзу с бараниной. С бараниной? Да. О-о-о. Все. И все, да? И в этот момент она заслужила уже... Да, баранья нога с кинзой и чесноком запеченная. Все. Знаешь, а я на самом деле безумно люблю кинзу. И каждый раз мне все время после очередной съемки делали замечание, что я не так произношу... Произносят кинза. Кинза. Не знаю. Или кинза. Я до сих пор не знаю. Кинза. Все-таки кинза, да. Это вообще бесподобная для меня зелень. Очень сильно вот сразу вот так вот раскрывает вкус, конечно. Кстати, о сладком. Хотя не мне тебе об этом говорить. Да. Но я знаю некоторых нутрициологов, которые говорят, что если вам хочется сладкого вкуса, там не хватает специй, пряностей. Попробуйте вместо сладкого съесть острое. Слушай, ну я обожаю острое. Хотя мне кажется, что ты фанат острого. Абсолютно. Это не про тебя, да? Это не про меня. Но я думаю, что это вопрос действительно, во-первых, вкусовых привычек. Когда я слышу родителей, что они запрещали детям своим сладкое, то я каждый раз благодарю мою маму, которая мне разрешала килограммами есть. Это сладкое. Мы с братом часто вспоминаем, как у нас были, назывались бомбонерки. Это, знаешь, такие коробки. С конфетами. Да, почему-то у нас бомбонерками они... Это нормально? Очень эстетская. Бомбонерка. Это французское слово. И мы тогда вот каждый раз с братом забирались вот так вот наверх, все съедали. И когда гости приходили, уже этого всего не было. Поэтому я говорю, боже ты мой, слава богу, что мы ели. От меня прятали конфеты. Конфеты были дефицитом. Их покупали сразу в огромных количествах, там вот такими мешками. Но ныкали от детей. И я по звуку открывающегося шкафчика или там выдвигающегося ящика знала 100%, где я их прячу. Серьезно? Да, у меня такая брошенская уже натура. И, конечно, мы их таскали с сестрой, эти конфеты. А мой отчим еще и делал самогон. Самогон? Да. Был сухой закон, в советском сайте же нельзя было. Но поскольку я выросла в Донбассе, а мой отчим был чистокровный 100% украинский мужчина по имени Борис Андреевич Суковатый. Да, да, да. У него была просто, у него была фантастическая способность делать самогон из чего угодно. Он, наверное, из топора мог бы его сделать. Оказалось, что очень крутой самогон получается из конфеток, подушечек вот такие, знаешь, к чаю были такие. Да, да, да. И вот у нас этих подушечек тоже просто всояли вот такие вот мешки. И вечно стояла эта огромная скороварка зеленая на газовой плите. Стоял этот сивушный запах в кухне. И папа, когда готовил, значит, свое зелье, вешал толстое такое зеленое шерстяное одеяло на дверь кухни. С ума сойти! Чтобы запах не проходил в комнату. И, а моя сестра, ну, я знала, что папа делает самогон, мне было пофигу. А младшей сестре родители говорили, Катюшенька, сейчас на кухню не ходи. Папа режет лучок, будет глазки щипать. И папа режет лучок регулярно. Катюшенька все время... А это вы для дома или продавали? Нет, только для себя. Все выпивалось в домашних... Для себя и для гостей. Да, да, да. Я тебе больше скажу. У нас был участковый, который периодически приходил с рейдами. И понимал, почему. И изымал. А, специально. Мы были единственной семьей, где он не мог найти нычку. Где? Где суховатые прячутся в маму? Где? Ты знаешь, где? Где? Под кроватью? Мой отчим обнаружил еще один крутой лайфхак. Оказалось, что очень хорошо сбраживается вот это сусло для самогона в барабане стиральной машины. Определенная температура? Да, во-первых, температура, во-вторых, вот эта вот, ну, советская стиральная машина, это же было 800 оборотов. Понимаешь, она была такая неспешная. Ну, подожди, а что, стеклянную банку или что? Я не знаю, я не помню, честно. Как он это делал? Я не помню. Эти детали, я не знаю, надо у мамы уточнить. Но он, короче, ставил, и оно там у него тихонечко вот так вот вращалось. И наш участковый, он не допер, что надо в стиральную машинку заменить. Ну, это никто бы не понял. Я слышу запах. Я знаю, что ты гонишь. Где? Пожалуйста, ищи. Слушай, интересно, интересно. Да, так жили, интересно. А, конечно, готовили для себя, и никогда не... Мы жили в маленьком шостерском поселке, 5000 человек, население. Ни одной двери не закрывалось никогда. Если кто-то пек блины, обносили весь дом. Если наш сосед рыбак ездил на рыбалку, обязательно пару рыбин нам приносил. Тепло так сразу. Все друг друга поддерживали. Ну, такое чудное советское детство наше. Абсолютно чудное советское детство. Абсолютно. Провинциальное, хорошее советское детство. Мои хорошие, я... Самый ответственный момент. Да, я сейчас ждала, чтобы вот сейчас будет немножко шумно, поэтому я тебе просто вот одну штучку... Ты, ну, наверняка, все это знаешь, но тем не менее. Ты мне покажешь? Вот так вот просто это накладываешь. Могу дать меньше. Вот так вот. Ты просто вот аккуратно, немножко не боишься. Вот так вот делаешь. Какая красота. Да, и все. А я пока вот так вот быстренько сделаю. Я смешала зелень, орехи, чеснок, лук обжаренный. Так. Ты знаешь, мы на самом деле пробовали и с морковью, со шпинатом. Ну, то есть любую зелень, которая нравится, совершенно спокойно можно это сделать. Ну, это абсолютно идеальная вообще еда. Да. Главное, это идеальная постная еда. Это правда. Потому что, знаешь, вот постом всегда мучаешься от того, что еда пресноватая. И, ну, как-то все, ну, привыкли, особенно в России, знаешь, в мешоку пост. Каша, квашеная капуста, соленый огурец, какие-то вкусные щи. Вот, картошка, да. Ну, тут, конечно, знаешь ли, хитрость все-таки в продуктах, я думаю. Потому что вот этот мацон, про который ты мне сегодня рассказывала, я про него первый раз в жизни слушаю. Ты знаешь, это просто действительно, как грузины говорят, мацони, армяне говорят, мацон. Обычный мацон. Нет, нет, я мацони знаю и люблю, а вот такой вот густой мацони. Густой. Ну, это вот ты просто берешь и под гнетом держишь сутки, на ночь можешь просто сделать. Вот мацони любой взять. Либо белый йогурт такой греческий. И все. Ну, все, как получилось. Так, так же беру я тогда, значит, баклажаны. Мы сделаем на две тарелочки. Украшение у нас будет вот это вот. Да, я все хотела тебя спросить, что это такое. Ты знаешь, это вот кожура. Вот мы берем, когда очищаем баклажаны, тоненько и тоненько-тоненько вот так вот, как рататуй, вот делаем нарезку. И обжариваем быстро на раскаленной сковороде. И все. В масле? В масле. Класс. Но я тебе хочу сказать, что можно и в духовке просто взять, вот выставить вот на противень и высушить так же. Мне кажется, надо зеленью посыпать. Да, смотри, это вот так вот можешь просто сделать. Как-то так. Красоту. Зелень можешь тоже выбрать любую, какая тебе нравится. И вот так красиво. Знаешь, а я бы орешком еще. Орешки вот возьми, пожалуйста. Это будет твое украшение. Как ты это себе представляешь? В общем, твои детки попросили, а третий ребенок что-то просит или пока... Да, вот Иван, которому 5, он написал самый длинный список. Самый длинный? Но у него каждый Новый год почему-то... У него на самом деле тоже, у него фантазия богатая, но у него есть все, поэтому он все время пытается что-нибудь придумать новое, но не может придумать ничего. Он совершенно одержим игрушками на пульте управления. Причем, значит, он начал с простого, например... Слушай, прости, кинзой посыпать зеленью или укропом? Ты знаешь, я бы вот... Можно было бы вот так вот, просто вот так вот как-то ты можешь вот так украсить. Вот, то есть он начал с каких-то простых вещей, типа вертолеты, машинки, да? Да. А вот, а закончил он довольно сложными для Деда Мороза заданиями. Например, паук на пульте управления. Ага. А существует такое? Звия на пульте управления. Слушай, в итоге... А что с ними он делает? Ну, ничего, он с ними играет полчаса, потом они ломаются. Ага. Потому что он играет с ними очень интенсивно. Вот. Я тебе скажу, что есть абсолютно все. Есть. Есть даже летающие какие-то птицы на пульте управления. Да. В принципе, все это можно нагуглить. Вот. Но, слава тебе, господи, он тоже не придумывает невыполнимых заданий пока. Потрясающе. Слушай, ну, а вот они чем-то занимаются, что им нравится. Да, они... Музыкальные они... Они очень музыкальные, да. Музыкальные, я читала, да, я слышала. У меня младший ребенок вообще, Ванька, он поет, причем так, что мы с вами обалдели, удивились. У нас Марфа занимается фольклорным вокалом, к нам педагог домой приезжает. Да. Ну, у них просто папа казачьего рода, дедушка казак, бабушка казачка. Они с детства, то есть дедушка с бабушкой в гости приезжают, и у них начинается Люба-братцы Люба, они поют там какой-нибудь, я не знаю, там... Шли два брата, Ваня пел, с Туецкого фьонта, с Туецкого фьонта домой. И вот мы нашли замечательного педагога, который очень классно занимается с детьми на дому, и она, знаешь, она не только песни, она всякие потешки, скороговорки. Они играют на ложках, они играют на маракасах, на бубнах. Потрясающе. Да, и он прям запел. Вот они с Марфой занимаются. Давай я тебе помогу. Они занимаются с Марфой. Я знаю про твои татуировки. Не буду шокировать. Они занимаются вот вокалом, Ваня еще два раза в неделю занимается каратэ, потому что мой муж детский тренер по каратэ, он тренирует детей с четырех лет, между прочим. То есть он не только вкусно готовит, но еще тренирует деток. Да, представляешь? Потрясающе. Ну, он еще на машинке умеет, и крестик. И крестик. Мои хорошие. Ну, прям вообще супер. Смотри, мы с тобой все приготовили. Как быстро. Да, быстро. Ну, потому что уже были обжарены баклажаны, но, тем не менее, это тоже не так сложно. Мы здесь говорили о том, что дети иногда подбрасывают нам достаточно сложные задания, сложные желания. И мы, взрослые, должны быть волшебниками для детей, потому что мы именно те люди, которые могут своим примером и вообще своими словами рассказать им всю правду о мире. И мне бы очень хотелось, чтобы мы все стали волшебниками для наших детей именно в деле мира. Детям нужно жить под мирным небом. Детям нужно видеть красоту, безусловную любовь и радоваться простым вещам. И пусть у них будут дурацкие, замысловатые желания, пусть они хотят каких-нибудь говорящих жаб и волшебной палочки, но пусть им никогда не приходится думать о том, чтобы мечтать о куске хлеба или о том, чтобы за окном было тихо. И чтобы папа вернулся домой живой и здоровой. Поэтому давайте будем волшебниками для наших детей. Спасибо огромное, Гаечка, спасибо тебе, всех с наступающим Новым Годом. Давайте обниматься, почаще целоваться, независимо от эпидемиологических мер. И да, с праздником! Будьте счастливы и здоровы! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!